Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня у нас в гостях Александр Александрович Шугуров, старший аналитик управления по работе с молодежью, администрация городского округа Люберцы, руководитель волонтерского штаба округа и координатор Люберецких трудовых отрядов. Александр Александрович был здесь у нас уже в гостях, по-моему, даже не раз был. И поговорим мы прежде всего о трудовых отрядах, потому что интересно, что они как бы возвращаются или это что-то новое. Почему? Потому что когда-то давно, в советское время, даже были лагеря труда и отдыха, ЛТО назывались. Я, например, там тоже огурцы собирал. Это я точно помню. Вот что такое сегодняшние Люберецкие трудовые лагеря? Сейчас это не лагерь, это именно создание трудовых отрядов на базе образовательных учреждений, учреждений спорта, культуры. И эти отряды, они работают не только в каникулярный период, они работают на протяжении всего учебного года в свободное от образовательного процесса время. Ну, давайте начнем сначала. Они когда появились вообще? Кому идея пришла такая? Вообще идея пришла, ну, это инициатива нашего и главы Владимира Михайловича Волкова. Инициатива была в феврале месяце, и с тех пор началось формирование этих трудовых отрядов. Сейчас они выходят уже на немножко другой уровень, то есть большая часть из них уже сформирована. Идет до формирования, сейчас уже на базе этих отрядов открыто порядка 600 вакансий, заполнено уже порядка 600 вакансий. Открыто еще порядка 600 вакансий уже закрыто. И открыто еще порядка 300. Я вот не могу понять, 600 вакансий, где столько можно набрать? Ну, назовите там парочку, десятку, пятерку вакансий, что это может быть? Сейчас это в основном образовательные учреждения. На базе 29 образовательных учреждений городского округа открыты эти трудовые отряды. Из вакансий это помощник по озеленению, это помощник по уборке территорий, это по работе внутри школы и при школьной территории. Хорошо, но я так понимаю, это какое-то ответвление или это параллельная история, связанная с волонтерским движением? Это отдельная история. Волонтерство это все-таки добровольное начало, это помощь в организации проведения культурно-массовых спортивных мероприятий и так далее. А это именно уже трудовые бригады, за которые ребятам платят деньги. Получают деньги. Вот это очень важный такой момент, потому что, ну, опять же, как говорится, не было бы счастья до несчастья помогло, когда в 2020 году случилась пандемия, да, и волонтерство просто, ну, в какой-то степени, может быть, спасло кому-то жизнь. То есть тут уж можно так смело сказать. И мы помним, что не только молодежь, студенты, школьники занимались этим, да, но и практически все, кто мог. То есть волонтером каждый может быть в любую минуту. И все-таки на каком-то этапе потом люди начинают заниматься своими делами, могут, ну, что называется, уйти из этого проекта. А здесь все-таки у человека есть, как модно сейчас говорить у молодежи, мотивация, да. Как проходила, ну, не знаю, как сказать слово, реклама, да, этих проектов. Вы ходили в школы, в образовательные учреждения, вы что-то там рассказывали. Потому что фраза «Люберецкий трудовой отряд», ну, наверное, не сразу кому-то она может показаться такой приятной. А что я трудиться, мы же молодые, мы же отдыхать хотим. Как это было? Мотивация основная. Это все-таки идет на базе образовательного учреждения, на базе спортивных учреждений. Ребятам интересно заниматься трудовой деятельностью. И также там есть и ребята из числа волонтеров, которые до этого занимались волонтерской деятельностью. Многие совмещают в параллель и трудовая. Платно и бесплатно. Да, и по зову сердца, и все-таки за определенную дотацию. В данном случае для ребят это хорошая возможность, ну, грубо говоря, стать независимыми от бюджета родителей. Это возможность их уже получить какой-то опыт в трудовой деятельности. Ну, и самодостаточные. Самодостаточные. Так как желающих достаточно много у нас сейчас, у нас проходит строгий отбор. То есть это идут собеседования с кандидатами на ту или иную должность. Это проверка их работоспособности и вообще, в целом, насколько они готовы к трудовой деятельности. Потому что возраст все-таки у нас в трудовых отрядах с 14 до 18 лет. Вот здесь очень такой важный момент. Давайте юридический вопрос. Я понимаю, что вы в данном случае не юрист, я тем более. Но мы же что-то слышали про детский труд. По закону там где-то с чего-то нельзя. До 14 нельзя. Сейчас на законодательном уровне трудиться могут, начиная с 14 лет, по сокращенному графику времени. Сейчас с ребятами заключаются трудовые договоры на 2 часа в день, 5-дневная рабочая неделя. В выходные и каллиникулярное время по 4 часа в день. И как-то родители должны ставиться в известность или как? С 14 до 15 лет это оформляется в органах опеки, попечительства. Специальная справка о том, что ребята могут поработать. С 15 до 18 по разрешению родителей. Родители дают письменное согласие о том, что я готов, что мой ребенок будет работать в трудовом отряде. И на базе этого уже создаются дальше. Ну вот я тут опять же, извините, личные воспоминания. Я, честно говоря, не помню, но точно знаю, что какую-то денежку платили за сбор урожая. Вот в этих самых лагерях, они обычно находились где-то в сельской местности. И туда уезжали, работали, была какая-то программа и так далее. Но это такой вот действительно уже трудовой лагерь. Но туда ездили не столько за зарплатой, потому что он как бы был почти обязаловка. Так, хочешь, не хочешь, а ты там должен поработать. То здесь, конечно же, очень важно создать условия для ребят. Потому что, опять же, вот это слово может кого-то в молодости всем же гулять, хочется отпугивать. Где-то есть этот список вакансий. Как вы находите эти вакансии? Куда можно пристроить вот этого 14, 15, 16 летнего человека? Ну, чтобы, во-первых, это было безопасно для его жизни. Во-вторых, это было полезно, потому что я не буду рассказывать, как некоторые пололи те же огурцы, да? Вот оставалось лысое поле. То есть здесь должно быть много всевозможных вещей, которые должны быть взаимосвязаны, чтобы не навредить ни ребенку, ни проекту какому-то. Сейчас, ну, давайте по порядку. В начале все вакансии у нас размещаются на сайте Работа в России, которая непосредственно взаимодействует с Центром занятости в Московской области. Ребенок может поступить двумя путями. Первый путь – это он зарегистрировал свое резюме на этом сайте. Серьезно на резюме, да. Да, каждому ребенку нужно зарегистрироваться на сайте Работа в России, выставить свое резюме, пусть оно будет общее, да, с какими-то индивидуальными личностными качествами ребенка. После этого он может или лично откликнуться на любую вакансию, которая там предоставлена, там есть графа, где можно выбрать работу для несовершеннолетнего, неполный рабочий день. Или же поступить другим путем, позвонить в наш центр, в Центр трудовых отрядов. Мы с ним пообщаемся, проведем первичную консультацию по тем вакансиям, которые на данный момент открыты, и подберем наиболее желающих. А вот номер телефона давайте уже назовем, коль мы... Номер телефона у нас есть на сайте, есть на Люберецком сайте, есть... На сайте трудовых отрядов, да, или как правильно сайт называется? Это сайт городского округа Люберцы, там есть вкладка трудовые отряды. А, сайт администрации городского округа Люберцы? Итак, внимание, папа, мама, которые, может быть, хотят в какой-то степени, в хорошем смысле слова, заставить своих несовершеннолетних детей, заходите на сайт администрации городского округа Люберцы и ищите тему у Люберецких трудовых отрядов, там будет телефон. И, наверное, это более удобный путь, потому что куча же вопросов и у детей, и у родителей, а вы уже владеете информацией, можете побыстрее этот вопрос, чем вот это вот через работу в России. Да, конечно, мы владеем полностью информацией на любые вопросы. К этому номеру телефона также привязан в WhatsApp, Telegram. Туда тоже активно пишут, если нет возможности общаться лично. Мы отвечаем на ряд вопросов, рассказываем алгоритм, как зарегистрироваться на сайте, как заполнить резюме, как откликнуться на вакансию, также подбираем вакансии. И как давно это работает уже? Ну, опять же, да, повторюсь, что началось это все с февраля, эта инициатива. То есть полгода, да, примерно? Порядка полгода, да, это все работает. И сколько обратилось сейчас уже к вам? Есть какие-то цифры? Порядка 600 вакансий мы уже закрыли. А, вот то, что вакансии, просто думал, что имелось в виду, есть вакансия, а вы именно уже раздали 600? Мы уже раздали 600 вакансий. А это вообще вот по вашим планам много, мало, порядок цифр? Изначально планировалось не более 300. То есть в два раза перекрыли? Да, на данный момент, так как все-таки запрос от обучающихся, от родителей достаточно высокий, соответственно, базовая вакансия, она расширяется, и мы готовы еще даже дополнительно взять ребят. Во второй части я хочу еще про зарплаты поговорить, ну, такую же, немножко, да, такую интригу туда перенесем. И, кстати, там еще коснемся некоторых, все-таки у нас наш гость старший аналитик управления по работе с молодежью, администрация, он не только занимается люберецкими трудовыми отрядами, но вернемся еще к теме безопасности, да, почему? Потому что производство бывает разное, даже там, где короткий день и так далее, понятно, что там конституция работает, но все равно вы как-то отслеживаете, ну, как в любом проекте, когда человек, я не знаю, там, хочет снять гостиницу, он заходит на сайт и знает, что на этом сайте будет гостиница проверенная, да, точно так здесь. Вот эти вакансии, которые вы предоставляете, те работодатели, которые у вас зарегистрированы где-то, вы можете их проверить, насколько безопасно будет детям там работать? Да, конечно, каждая вакансия, она подразумевает под собой прохождение целого спектра проверок, это оформление именно безопасности на рабочем месте, плюс мы не забываем о том, что у нас в трудовом законодательстве для лиц от 14 до 18 лет существует ряд запретов на трудовую деятельность, то есть это, понятно, это не высотные работы, это не работы, которые требуют какой-то профессиональной квалификации, то есть в данном случае... Блакокрасочные, ну и так далее. В данном случае за каждым из этих трудовых отрядов закреплен ответственный и на базе вот этой организации, на которой этот отряд создан. Давайте немножко расскажем, что такое вообще отряд, как он выглядит, потому что у некоторых сейчас такое с утра встали, построились и пошли куда-то, я не знаю, на работу. Кто входит в этот отряд, его схема? Отряд состоит от 5 до 20 человек из обучающихся. На одном предприятии, да, они работают? Или на разных могут быть работают? Это в основном сейчас это муниципальные образовательные учреждения, это учреждения культуры, учреждения спорта, то есть это именно подведы администрации. На данный момент в каждом из них существует свою численность отряда, то есть в некоторых это 5 человек, в некоторых это 30. За каждым из этих отрядов закреплен ответственный. Он назначает график работы, а это может быть все одновременно, если, допустим, какие-то работы предполагают. Это может быть разбивка, допустим, так как они могут трудиться только 2-4 часа. То есть это может быть, допустим, часть отряда пришло в утром, часть в обед, часть вечером, в зависимости от тех задач, которые они решают уже на местах. В данном случае мы проводим также выезды на эти места, проверяем качество работы, качество предоставляемых работодателям оборудования. То есть многие боятся того, что как мой ребенок там придет, ему хотя бы перчатки-то выдадут. Конечно, это все безопасно, это все максимально открыто. Каждому из членов этого трудового отряда предоставляется полностью весь инвентарь. И есть какой-то как подкуратор? Есть, соответственно, куратор этого отряда, который за ними следит, который полностью контролирует весь процесс их работы. Время наставляет, подсказывает, если что-то не получается, помогает, естественно. Напомню, что у нас в гостях старший аналитик управления по работе с молодежью, администрация городского округа Люберца, руководитель волонтерского штаба городского округа, и координатор люберецких трудовых отрядов, которому, собственно говоря, посвящаем нашу, по крайней мере, первую часть сегодняшней программы, Александр Александрович Шугуров. И вот завершая первую часть, уже есть какие-то ребята, которые отработали, ну и теперь уже отдыхают. Как долго это? Или можно все лето работать? Как это? Тоже, наверное, ограничения какие-то есть? Договор с ними заключается каждый месяц, то есть они могут отработать месяц, могут отработать два, перезаключается он автоматически, то есть никаких дополнительных документов собирать не надо. То есть можно все лето проработать? Опять же, эти трудовые отряды созданы на весь период, то есть на весь год. Я имею в виду, сейчас я про лето говорю, а понятно, что можно весь год, да? Да, если про лето, мы говорим, допустим, они отработали в июне, допустим, в июле отдохнули, в августе пришли обратно, или, допустим, они могли отработать в июне, до сентября отдыхать, в сентябре пришли, если вакансия еще сохранилась, то, соответственно, обратно. Да, или ищут новые вакансии. Или ищут новые вакансии. Ну что ж, сейчас сделаем небольшую паузу и вернемся в студию программы «Открытый диалог». Дождитесь. Напомню, что это программа «Открытый диалог». Старший аналитик управления по работе с молодежью администрации городского округа Люберцы, руководитель волонтерского штаба округа и координатор люберецких трудовых отрядов Александр Александрович Шугуров здесь у нас в студии. Говорим мы о трудовых отрядах, причем появилось это вроде как-то так раньше, особо это и не педалировалось, да? В феврале, да, фактически рождается эта система. Почему система? Потому что уже 600 вакансий востребовано было. И важно понять, что и волонтерское движение, как мы выяснили в первой части, сохраняется. Потому что если все волонтеры вдруг уйдут в трудовые отряды, потому что там, ну, какая-то мотивация другая, то, наверное, тоже не очень хорошо. Ну и потом важно понимать, что работать можно в течение всего года в удобное время. Тут еще такой важный момент, что ведь есть учеба, да, есть там кружки и так далее, и тому подобное. То есть ребенок может выбрать какое-то время, чтобы успеть и поучиться, и позаниматься, и поработать с учебой. Да, конечно. График предоставляется индивидуальный, то есть в зависимости от загруженности ребенка в тех или иных дополнительных занятиях или в той или иной дополнительной деятельности, его могут подставить в то время, в которое ему будет максимально удобно. Также это может быть, допустим, выходные дни, это могут быть дни, когда кружков секции у него нет. То есть так как у нас все-таки график достаточно плавающий, это небольшое количество времени, индивидуально можно с каждым ребенком это проработать, и я думаю, что проблема... Ну, я так понимаю, что юридически здесь все тоже подковано, потому что, ну, могут быть же какие-то там проблемы, где-то чего-то ребенок взял, не вышел на работу, да, ну, все-таки дети родили, родители, родители тоже разные бывают. То есть бывают какие-то споры, которые нужно улаживать, да? Или пока у вас таких не было проблем? В данный момент таких проблем не было. С каждым ребенком у нас заключен срочно трудовой договор, который имеет определенные пункты, его права, его обязанности. Если ребенок не выполняет те обязанности, которые... Да, он автоматически расторгается, все-таки мы воспитываем в детях, ну, уже такой... То есть уже ответственность. Уже такую ответственность. То есть, грубо говоря, ребенок, если плохо себя ведет, не ходит на работу, хотя бы записался, он просто из отряда отчисляется. Да, естественно. Ну, и теперь то, что я обещал в первой части, мы все это любим, зарплата, потому что, опять же, некоторые неправильно что-нибудь услышав, не дослушав нас внимательно, или не услышав то, о чем мы говорили, что с 14 лет начинается этот процесс, ведь это работа, и работа должна быть оплачена. Зарплата. Как здесь? Кто устанавливает? Где они расписываются? Знают ли родители, сколько они денег получают? Как эти деньги? Куда приходят? Какую-то карточку им заводят? Вот об этом расскажите. Зарплата всем ребятам из трудовых отрядов приходит на карту МИР. Если у них нет собственной, им заводит работодатель. Это абсолютно тоже бесплатно. Ценообразование сейчас у нас, зарплата делится на два этапа. Первый, это деньги муниципалитета, это 5 417 рублей, которые выплачивает муниципалитет, и 2 417 рублей выплачивает Центр занятости населения. В совокупности это получается 7 434 рубля, которые дети получают уже на карточку, это уже за вычетом подоходного налога. Вот прямо всю эту сумму? Всю сумму они получают полностью на карточку. Так, так это приличная сумма для ребенка? Да, на данный момент это получается где-то порядка 100-150 рублей в час, в зависимости от того отряда, в который ребенок поступил. Получается, что он деньги заранее получает и потом отрабатывает? Нет. Либо он в конце получает? Также происходит начисление зарплаты, как в других организациях. Частями, да, есть авансовая часть, есть зарплатная часть. Но общая часть вот эта вы назвали, которую они получают? 7 400 рублей, да, они получают ежемесячно на карточку. И если так поработать, например, все лето, то можно заработать неплохие деньги. Ну, это получается за каникулярный период, это 21 тысяча. В принципе, это достаточно такие хорошие деньги, которые ребенок просто так, ну, с учетом, что ему 14, нигде не заработает. И в данном случае это все-таки под присмотром, под руководством сотрудников образовательных организаций, в которых большинство из них обучается. Альтернативы есть, альтернатив много. На рынке труда у нас есть и раздача листовок, и расклейка, да, там, объявлений и так далее. Ну, опять же, да, по закону с 14 лет, да. Да, с 14 лет так же. Ну, насколько это будет для них безопасно, насколько это будет для них, ну, собственно, интересно. Ну, да, хочется еще, мы же видим, да, сейчас много профессий таких, да, где, в принципе, вот этот труд от 14 и выше подростков востребован, вот, но он не всегда, скажем так, интеллектуален и не всегда удобен с точки зрения, действительно, контроля и со стороны родителей, и со стороны работодателя, потому что в последнее время то тут, то там мы слышим, что даже в самых простых профессиях таких, да, вдруг возникают какие-то даже трагические истории, поэтому, конечно же, родителям нужно задуматься. Ну, во-первых, нужно знать, что ребенок хотел бы, да, заработать деньги, и это, мне кажется, здорово. Во-вторых, где это сделать? Давайте еще раз напомним, что на сайте администрации городского округа можно найти телефон, запомнить люберецкие трудовые отряды, и там вам помогут, проконсультируют специально подготовленные, да, люди, вот, и, наверное, уже дадут тебе вот, а там может быть такой, например, ребенок приходит и говорит, вот я хочу, не знаю, там, с землей что-то делать, цветочки я люблю сажать. Вы ему можете подсказать какое-то направление? Да, конечно, у нас для того, чтобы, ну, опять же, если родители... Флорист, вот, флорист. Если родители регистрируют или ребенок регистрируется через нас, они заполняют Яндекс-форму, в которой указаны там полностью... Мы инструкцию скидываем всем, как это все сделать. Там указываются те направления деятельности, которые ему были бы интересны. И с учетом этого, да, мы уже и подбираем вакансии. То есть если ребенок хочет быть флористом, ну, скорее всего, мы такую вакансию ему не подберем, потому что флористика, это все-таки такая, требует специального навыка, обучения. Я сразу планку завысил, да. Но, допустим, если ребенок говорит, что он хочет больше времени проводить на улице, чем в здании, или же наоборот, допустим, у него какие-то противопоказания в летний период, допустим, нахождение на улице, он хочет больше работать в здании, или же, допустим, с компьютером он хочет работать, или он хочет работать, допустим, там, руками и так далее. Вот с учетом вот этих особенностей и вот этих индивидуальных предпочтений мы, конечно, подбираем вакансии. Ну, давайте подведем итог, у нас еще поговорим немножко о молодежных делах. Люберецкие трудовые отряды действуют с февраля. По-моему, идея замечательная. Странно, что как-то раньше мы, ну, видимо, она так или иначе появлялась, но теперь она вот превратилась в такой хороший вариант для проведения, ну, даже не досуга, досуг все-таки должен быть, а какой-то части жизни подрастающего поколения и полезного. Как вы слышали, сумма вполне себе солидная. Вот, я думаю, что, может быть, кто-то еще и донесет это до своих, из наших телезрителей, бабушки, дедушки, донесут до своих внуков, вот, мамы, папы и так далее, что есть такая возможность, и все под присмотром, и, как мы видим, тут стучим по дереву, никаких проблем пока не возникало с этим с февраля месяца. И, опять же, эта история, да, круглый год такая она идет. Вот, потом, через какое-то время мы Александра Александровича пригласим, мы, может быть, подведем какие-то итоги, и, может быть, пригласим каких-то ребят, которые расскажут, как они трудились и какие они теперь богатые, да. Но лето – время молодежи, как, собственно говоря, любой другой период, но летом отмечается День молодежи и так далее. Чем молодежь Люберецкая живет, вот, мы давно с вами не виделись, ну, вот, скажем, весенний-летний период вот сейчас там. Как дела у вас? Ну, сейчас в летний период у нас активно ребята занимаются и волонтерской деятельностью, работают в трудовых отрядах, работают в других учреждениях. Ну, наверное, и пионерские лагеря работают, то есть ваша система вожатых, там, воспитателей, да? Ну, система вожатых воспитателей, она все-таки идет с 18 лет. Если мы говорим в целом про молодежь, не упираясь в возраст 14-18, то да, у нас многие студенты уже выезжают с профессиональной практикой в различные учреждения. И также вот сейчас лето, лето – пора отдыха. Ну, самое-то громкий был праздник – День молодежи, да, когда вы как бы готовились, это ваш профессиональный праздник, тут никуда не денешься. А сейчас такая пора, но впереди же осень, да, осень – это 1 сентября, а тут собирается сразу много аспектов. Вы как-то к этому готовитесь, какие-то планы строите? Да, конечно, у нас план вообще годовой, без учета времени обучения, но мы учитываем, что с 1 сентября ребята начнут, придут в школу, сейчас многие разъехались, кто на дачу, кто на море. С 1 сентября у нас начнется агитационная кампания в Люберецкие волонтеры, в трудовые отряды, также у нас будут циклы лекций, которые мы будем рассказывать в образовательных учреждениях про волонтерскую деятельность, про другие организации, которые присутствуют для детей, это и движение первых, и различные политические истории. Но в данном случае у нас планов много, планы всегда идут вперед, не все успеваем, но мы стараемся. Вот кадровый состав, давайте мы еще раз расскажем, кто занимается вот этими, потому что здесь же молодежь, чем всегда отличается одно дело воплотить, но надо придумать, все это разрулить, наладить работу тех ребят, которые действительно донесут эту информацию. Кто ваш кадровый потенциал? Наш главный кадровый потенциал – это те дети, которые с нами занимаются, которые в числе волонтеров, в числе трудовых отрядов, потому что когда мы рассказываем ребятам о том, что это интересно, весело, и приходите к нам, нам не всегда доверяют, говорят, что все заманивают. Затягивают нас, заманивают. А когда это идет из уст, грубо говоря, своего одноклассника, своих друзей, восприятие… При виде друга, да. При виде друга, да. Это восприятие происходит немножко другое, и ребенок, когда смотрит на своих сверстников и говорит, ну да, если ты говоришь, что это интересно, то я тоже туда пойду. Поэтому наш основной кадровый потенциал – это наши ребята. Ну, насколько я понимаю, сегодня ведь даже волонтерство дает какие-то определенные плоды. Да, пока у нас еще ЕГЭ даже существует в том варианте, то есть баллы какие-то дополнительные. То есть мотивация, мы говорили сегодня, большую часть нашей программы – мотивация либеретских трудовых отрядов, где все-таки финансовый вопрос самый мотивируемый. Но в других направлениях – участие во всевозможных чемпионатах, конкурсах, фестивалях, ведь это полезно для некоего бального, что ли, потенциала? Да, конечно. У нас, опять же, волонтерская деятельность, она имеет тоже ряд мотивов. Это не про деньги, это про инициативу ребенка полностью. Но она дает, во-первых, ну все мы знаем, что это плюс поступления в ВУЗы. Не во всех ВУЗах пока что принимают волонтерские книжки, но в уже порядка 50% ВУЗов по территории России это дают дополнительные баллы к ЕГЭ. Помимо этого, это возможность ребят путешествовать. Есть очень много программ для молодежи, ну в основном это с 16 до 35 лет, когда человек занимается волонтерской деятельностью, на добровольных началах чем-то интересуются, какие-то проекты. Есть программы там больше, чем путешествия, есть программы форумные, это и Таврида, и различные там, и Волга, и так далее. То есть когда ребята могут спокойно, бесплатно, абсолютно выехать, допустим, на неделю в Крым, в Сочи, попутешествовать по Золотому кольцу России, уехать на Алтай. И для того, чтобы принять участие, это же тоже отбор, там первым делом как раз-таки учитывается вот это количество волонтерских часов, это количество проектов, которые реализованы, и плюс это благодарственные письма, которые мы регулярно своим активистам, тем ребятам, которые заслужили, отличились, мы им всегда выдаем и благодарственные письма главы, и Московской областной думы, и Совета депутатов, и от нашего управления. И вот как раз мы затронули тему Дня молодежи, там мы поощрили порядка 30 ребят, которые активно принимали участие в волонтерской деятельности, они получили различные там благодарственные письма. Ну, здорово, видите, у нас есть возможность и многими способами доказать, что молодежь – это тоже активный участник всех тех процессов, которые у нас идут. И в это нас убедил старший аналитик управления по работе с молодежью, администрация городского округа Люберцы, руководитель волонтерского штаба городского округа, координатор люберецких трудовых отрядов, вот этого новшества, запомните, оно теперь у нас есть, загляните на сайт администрации, поинтересуйтесь. Александр Александрович Шугуров, который был гостем нашей сегодняшней программы, вам успехов, ну и теперь, наверное, уже осенью встретимся, посмотрим, как будет дальше продвигаться все молодежные проекты. А это была программа «Открытый диалог», с вами был Николай Пивненко, всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова